Вера Никакой человек не может знать судеб Божиих, но Он един ведает все и может судить согрешения каждого, как Ему единому известно. Беседа о седьмой части символа веры В седьмой части символа веры говорится о втором пришествии Иисуса Христа на землю. Ипаки грядущего со славою судите живым и мертвым. Его же царствию не будет конца. С самого начала своего существования церковь пребывает в ожидании второго пришествия Христова. Однако никто не знает о дне и часе этого великого события. В одни своей земной жизни Спаситель всячески избегал славы человеческой. Он не стал земным царем, не завоевал мир огнем и мечом, потому что царство Христово не от мира сего. Это царство любви и добра, и в него невозможно завлечь силой или обманом. Зато этими средствами не гнушается дьявол. Так же будет действовать и Антихрист, человек греха, который, согласно церковному преданию, явится перед кончиной мира, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Господь избрал другой путь. Он проявил крайнее смирение. Родился в холодной пещере, воспитывался в семье бедного плотника, всю жизнь не имел, где главу преклонить, наконец, претерпел мучительную и позорную крестную смерть. И оказалось, что кроткий голос божественной любви сильнее всякого оружия. Второе пришествие Господа называется славным, потому что, в отличие от своего первого пришествия, Христос явится как царь и судья мира в окружении ангельского воинства. Весь мир, живые и мертвые, предстанут на суд Божий. Христос – милосердный судья. Однако суд именуется страшным, потому что совесть каждого человека откроется перед всеми, и обнаружатся все дела, добрые и злые, все сказанные слова, тайные желания и мысли. В Евангелии Господь показывает нам, что в Царство Небесное смогут войти только те, кто уподобился Ему, в первую очередь в милосердии. Тогда скажет царь тем, которые по праву сторону Его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо Алкау Я, и вы дали Мне есть, жаждал, и вы напоили Меня, был странником, и вы приняли Меня, был наг, и вы одели Меня, был болен, и вы посетили Меня, в темнице был, и вы пришли ко Мне». Об этом же Господь говорил и в Нагорной проповеди. «Блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут». Но дела милосердия не сами по себе спасают человека. Они лишь служат проявлением нашей любви к ближним. А любовь к ближним является началом любви к Богу. «Ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». Пожалуй, самым простым проявлением любви к ближнему, если мы не в силах помочь ему делом или словом, является неосуждение. Об этом же говорит и Сам Господь. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». Только Господь знает все обстоятельства жизни человека, его мысли и стремления. Поэтому только Он является праведным судьей. Осуждая ближнего, мы совершаем тяжкий грех, поскольку берем на себя смелость выносить Ему свой приговор, не дожидаясь Божьего суда. Господь всем желает спасения, но не все смогут войти в Царство Христово. Некоторым Господь скажет, «Не знаю вас, откуда вы. Отойдите от Меня, все делатели неправды». Бог создал человека по образу Своему. Однако грех может исказить человеческую душу до неузнаваемости. И только покаяние способно вновь омыть и очистить душу от греха. На протяжении всей жизни Господь терпеливо стучит в двери человеческой души. И тот, кто открывает, обретает Бога, как это случилось с евангельским благоразумным разбойником. Он прославился не делами милосердия, а наоборот, разбоем и грабежом. Однако в последние минуты жизни покаялся. И милосердный Господь первым ввел его в рай. Тот же, кто не пожелает слушать голос Божий, останется один на один со своими страстями. В этом по учению церкви и будут заключаться страдания грешников, ведь слово «страсть» буквально означает «страдание». Поэтому мы всегда должны помнить о том, что ничто не проходит зря. Каждое наше дело, слово и даже мысль или приближают нас к Царству Небесному, или удаляют от Него. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok